Валерий Жуков один из лауреатов премии. С фотоаппаратом участник никогда не расстается. Их дружбе почти 30 лет. Конечно, именно фотографии был посвящен проект этого номинанта. Очень мало людей понимает, что такое настоящая фотография. Что такое фотография, которая не просто дома в домашний альбом, а может жить дальше и больше. А что такое настоящая фотография, Валерия? Если физически, то это просто свет и тень. Больше ничего. А если психологически, то это очень и очень многое. Волонтерское движение Дубковской школы тоже заслуживает внимания. На протяжении нескольких лет ученики дружбы являются главными помощниками организаторов различных мероприятий и не только районного масштаба. Это очень интересно и замечательное время. Она дает возможность людям проявить себя. И я сначала не поверила, что действительно наше волонтерское движение заняло какое-то место, потому что мы участвуем уже не первый год. И оказалось, что это что-то за гранью возможного. И было очень приятно, здорово. Наши дети очень счастливы от этого. И их родители нами и ими гордятся. Каждый проект уникален, но вместе с тем все эти работы объединяет одно – желание сделать нашу жизнь чуточку добрее и светлее, помочь тем, кто действительно нуждается в заботе и внимании. На премию нашего Подмосковья мы представили проект «Особенная семья». И этот проект заслуживает особенного внимания. Почему? Потому что в этом проекте мы работаем со всей семьей. И с родителями, и с детками СОВЗ, и с детками, которые обычно в эту семью входят. И он охватывает не только обучающие моменты, образовательные, развивающие, но охватывает эмоциональную составляющую и включенность всех-всех-всех в активную социальную жизнь. Более двух тысяч проектов было подано только от Одинцовского района. Это количество говорит прежде всего о том, что в нашем муниципалитете живут люди с активной гражданской позицией. У нас действительно самое активное гражданское общество. Более двух с половиной тысяч было подано проектов. И очень радует, что из них 784 проекта были в сфере культуры, досуга и образования. Значит, тот призыв, та цель, которую мы для себя поставили сделать Одинцовский район культурной столицы Подмосковья, она потихоньку воплощается. Она действительно понравилась людям, и они готовы тратить свои силы, время, вкладываться, что называется, по-хорошему в развитие именно культурных ценностей, туризма на территории нашего района. Парковое пространство. Очень много проектов интересных, красивых, и мы даже те, которые не будут комментированы, обязательно в своей работе будем учитывать. Главная интрига вечера – кто же станет обладателем первой премии. В номинации «Сообщество» сразу несколько претендентов, но лучшие по всем показателям показались супермамочки. Огромное спасибо за вашу высокую оценку. Наша организация очень молодая, нам всего лишь 4 года, но за это время мы смогли объединить более 3000 семей. Абсолютно разные мамы, многодетные, мамы с трудными жизненными ситуациями, приемные семьи, молодые мамы. Мы открыли Центр поддержки материнства «Мамин дом», запустили проект «Мамин патруль». Вы знаете, эта победа мне гарантирует то, что я замотивирована точно на 5 лет вперед. И я уверена, что теперь все мамочки Московской области поверят в свои силы. Красногорск, Фрязино, Люберцы, Валашиха, Королев – теперь точно вперед к своей победе. Впервые за 6 лет Одинцовский район покорил пьедестал и взял главную премию. Мы получили первую премию, долго к этому шли, особенно наши супермамочки уже не первый год подают свои проекты. И вот такая победа, такая награда. Существенно денежная премия. Я уверен, что все те идеи, задумки, инновационные какие-то проекты, которые у супермамочек были, они сейчас могут воплотиться, реализоваться благодаря этой премии. Ну и, конечно, нашей поддержки мы, как я уже сказал, никого не бросаем. И дальше будем участвовать и в жизни мамочек, и в жизни детей, в жизни нашего городского пространства, которое благодаря в том числе активным мамочкам правильно благоустраивается. Особенно, что касается доступной среды. Супермамочки не первый год участвуют в премии и еще ни разу им не удавалось взять главный приз. Сегодняшняя победа, как я говорила на сцене, это доказательство того, что мечты сбываются, если ты не запрещаешь себе мечтать. Вся команда супермамочек знает, что практически с первого года образования нашей организации мы мечтали стать победителями этой премии. Потому что дело не в денежном подарке, а в том, что ты мотивируешь своим примером других мам. И очень приятно, что вот прямо именно сейчас подошли мамы из Пушкина и сказали, что мы только-только появились. И как круто, что вы победили, потому что теперь мы знаем, что точно можно добиться своей мечты. Впереди много планов и идеи. Самое главное, что победа мамочек – это пример для всех женщин, которые находятся в декрете. С рождением малыша все самое интересное только начинается.